Всем доброго времени суток, друзья. Хочу вас поприветствовать на своем обзоре на самолет B7A2, ну или как он называется на японском, Кайгун Канзё Коу Гэ Ки Рю Сэй Аи Ти Би На Эй. Название странное, я его прочитал, наверное, неправильно, но на 100 с первого раза, друзья. Сегодня у нас на обзоре его не самый обычный вариант, а его версия из Батл Пасса с двигателем Хомара 23. На данный момент наш боевой рейтинг 3.7, но в связи с тем, что точно такой же самолет, только с более плохими ЛТХ, находится на этом же самом БРе, мне кажется, нам его поднимут. Даже на боевом рейтинге 4.0 данный самолет может представлять угрозу для противника, особенно если вы опытный пилот. Сейчас мы разберем немного подробнее, почему это именно так. Нашим первым и, возможно, вторым отличием, не считая прямого статуса, будет являться как раз кинучной двигатель Хомара 23. Он представляет собой более мощный вариант, он дает нам более хорошую максимальную скорость, разгон, динамику и позволяет также нам ввести маневренные бои с противником. Но, как мы знаем, у всего есть своя цена, и цена этого двигателя является то, что данный самолет не может хорошо доворачивать с помощью руля направления, так как он у него не очень эффективный, какой-то слабый. Я даже не знаю, как это объяснить, но, в общем, если вы играли на Пи-63 Кинг Кобра, я думаю, вы к этому привыкли, и для вас не будет чем-то новым. Также, ценой того, что я записываю это видео в этот момент, в такое позднее время, вы не будете от меня слышать никаких искренних шуток, поэтому данная атмосфера моего видео может быть немножко не такой, как обычно, более спокойной и так далее. Но, я не хочу говорить то, что у меня будет она всегда какая-то определенная, она будет всегда разных. И также спасибо за то, что приносит мне такое удовольствие делать для вас видео, то есть, когда утром ты видишь, что увидят 10 просмотров, а когда уже 50, это реально дает какую-то мотивацию, делать еще видео, еще. Также хочу попросить вас писать в комментарии, на какую технику можно делать обзор, потому что мне это в целом-то и нравится. Но, вроде как, все же это кто-то смотрит. Вон, я с вами стою человек, вам большой привет, да. Вот, спасибо вам. Ну, не отходя от тем, я могу сказать то, что мы имеем хорошую динамику, наша максималка будет, включая флаттер, где-то равна тебе 700-750 км в час. А из-за хорошей динамики мы можем сделать пару маневров, но, опять же, этим лучше не увлекаться. Углом климба будут оптимальные значения на 10-15 градусов. У нас также есть закрылки, набой, взлет и посадку. Ну, и с приятным воздушным тормозом, не все штурники этого БРа таким обладают. Наше бронирование, в любом случае, довольно слабое, оно не позволяет нам переживать какие-то длительные атаки. И у вас может быть даже такая штука, что в пикировании вы скидаете бомбы, и они его просто ломают две битвы. Это в случае, если вы несете с собой бомбы по 60 кг. Наше вооружение, курсовое и оборонительное, это, откровенно говоря, помойка. Говоря, турели сзади, это кульмой 13-2 мм. Лично по моим ощущениям, он хуже других аналогов данного калибра, как минимум, потому что он просто косой мусор, которого невозможно по кому-либо попасть. А также его урон не радует, даже если вы попадете. Ну а помимо плохого пулемета, мы имеем ничем не более хорошие курсовые пушки, это две двадцатки, с боезапасом 200 снарядов на ствол. Как в любой школе адекватного авиастроения, мы имеем компромисс, либо между малым боезапасом, но хорошей огнем мощью, либо хорошей огнем мощью, но малым боезапасом. Но Япония пошла по своему пути, и мы не имеем ни того, ни другого. Наши пушки можно сравнить с какими-то горахометами, две ленты, либо универсал, либо скрытая. Каждая из этих лент имеет обычные осколочные фугасные снаряды без трассера. Но исходя из этого, брать нужно либо скрытую, либо универсал. Из минусов данного вооружения я могу выделить плохую баллистику, слабый урон, малый боезапас. Пройдя все основные атаки данного самолета, мы можем убить под весом. У нас на выборе есть несколько загрузок с бомбами. А из бомб мы имеем бомбы на 60 кг, их можно подвесить на 180 штук. Также мы можем взять с собой несколько бомб по 10 кг, и две по 250 кг. Это уже более серьезный подвес. Бомбы на 250 кг могут представлять достаточно серьезную груз для противника. А наша вершина эволюции будет являться бомба на 800 кг. Поскольку в данном самолете не смысл рассказывать что-то еще, мы можем перейти к тактике его применения. Благодаря нашей высоте спавна, как я говорил, от 3 до 5 км, а также хорошем климбе, мы можем занимать хорошую высоту и бумзумить противников. Мы берем одну из двух загрузок, либо 10 бомб по 60 кг, либо одну на 800. Если вы решили взять бомбу на 60 кг, то вы просто уничтожаете ботов по типу гаубиц, ПВО, артиллерии, бронавтомобилей, танчиков, каких я вам уже не советую. Ну или баз. В танках же наш геймплей будет не сильно интереснее, но тем не менее более приятным. Мы берем либо 2 по 250, либо одну на 800 кг бомбу. И просто скидываем их на танчики. Это на самом деле весь наш геймплей. Также мы можем с пушек уничтожать технику по типу советских грузовичков или что-то подобное. Подводя итоги по этому самолете, я хочу сказать то, что он не представляет собой ничего уникального. Вы можете найти более простые интернетики для кого же вырыва в других нациях, например, в тех же Соединенных Штатах Америки или Франции. Если вы спросите, стоит ли на него донатить и в боевом пропуске, с учетом того, что вы можете бесплатно до него докачаться, я вам отвечу, что нет. Он того не стоит. Пока у меня тест-драйва осталось 3 часа, я решил, а почему бы не сделать обзор именно на этот самолет? Геймплей его нельзя называть в каких-то сферах необычным, хотя он безусловно отличается от других многих самолетов. Ну и наверное стоило упомянуть о морских боях. В них я не играл, но играя на технике подобной, у тех же самых японцев я хочу сказать то, что в них своя определенная атмосфера, но тем не менее тоже приятно. И вы точно так же сможете делать там фраги, как уже с помощью торпед. Доходность у него не слишком хорошая, так как играть в нем может быть и приятно, но из-за его третьего ранга, его процент фарма не сильно высокий, и с учетом его эффективности это не самая лучшая идея. В качестве бесплатной оградового пропуска я считаю, что это довольно-таки неплохой приз, особенно если учесть, что до этого у нас были некоторые мустанги. И кстати говоря, у меня есть один из них, который находится в шведской ветке, если вы хотите, я могу сделать на него обзор. Как самолет, на котором можно играть каждый день, я бы так точно его не мог назвать, но самолет, который можно оставить в своей коллекции, так как он как-никак уникальный, потому что в нашей игре есть всего один такой самолет, и то не с таким двигателем, который точно так же находится в ветке Японии, то это наверное довольно-таки хорошая награда. Но до техники по типу ИТП-1, Черчилля, Крокодила, Корсара, ну далеко. Вообще я считаю, что разработчикам стоит чаще водить танки в бесплатный вывопропуск, ну а также более высокоранговую авиацию, так же как, например, наш Корсар находится на четвертом ранге, когда большинство других призов вывопропуск бесплатным было на третьем. А сейчас я вам рассказал все об этом самолете, что вам нужно знать для игры. И вы можете сделать несколько выводов, стоит ли он своих денег или нет, я вам сделаю спойлер, не стоит. Поэтому качайте его бесплатно, радуйтесь, поиграйте с ним один-два дня, он вам надоест и будет у вас лежать в коллекции. Ну а вас, дорогие друзья, я хочу попросить за... Благодарить, ну и тоже попросить за лайки, благодарить за просмотр. Мне было прикольно это видео делать, с учетом того, что у меня тест-драйва оставалось всего два с половиной или три часа. Вот. Вас не так много, 100 человек, но эти 100 человек, ну, просто вот лучшие, просто реально лучшие. И поэтому, чтобы подтвердить это, я хочу вас попросить писать комментарии, ставить лайки, делиться эти видео с друзьями, подписываться на мой канал, нажимать колокольчик, чтобы не пропускать другие мои обзоры, офигенные. Как вот этот, просто самый лучший, вообще без комментариев. Ну а главное, пишите на что бы вы хотели видеть обзоры. А это видео у меня будет сегодня несколько необычным, исходя из тех, которые были немножко до этого, но более ламповым, более уютная обстановка и так далее. И еще раз хочу сказать то, что в каждом моем видео она будет отличаться, где-то я буду чуть сильнее, где-то чуть спокойнее и так далее. Поэтому, друзья, не соскучайте. А если вы уже прожали лайк, подписались и, возможно, написали комментарий, на какую технику вам интересно было бы видеть мои обзоры, то на этом я вас отпускаю. Все, всем спасибо за просмотр, до новых встреч. До свидания.